Добро пожаловать на канал HardRessetInfo. Перед нами находится устройство Nubia Flip, и сейчас я покажу вам, как настроить клавиатуру. Итак, открываем настройки. Далее проходим в раздел Система. Здесь выбираем языковывод, далее выбираем экранная клавиатура и выбираем Gboard. Здесь мы можем начать с языков, то есть можем добавить раскладку, нажимаем добавить клавиатуру, выбираем язык и нажимаем готово. Если вы хотите удалить язык, нажимаете на карандашик в правом верхнем углу и выбираете языки, которые хотите удалить, нажимаете на значок корзины. Дальше можем перейти в настройки, и здесь можно добавить ряд цифр клавиатуре, а также выбрать либо показывать переключатель emoji, либо переключатель языков. Я выбираю языков всегда. Дальше можем настроить режим управления одной рукой, также можем включить звук при нажатии клавиш и настроить громкость звука. Также можно включить виброотклик на нажатии клавиш и настроить силу вибрации. Я обычно отключаю то и другое. Далее можно увеличивать при нажатии и можно включить долгое нажатие символы, а также настроить длительность долгого нажатия. Здесь можно увеличить, я рекомендую меньше трехсот не ставить. Далее чувствительность к касанию можем здесь настроить и показывать значок приложения можем. Дальше можем перейти в темы и здесь мы можем выбрать тему клавиатуре, либо какую-то по умолчанию, либо цвета, пейзажи, градиенты. Также можно нажать на плюсик и выбрать что-то из галереи. Далее можем перейти в исправление текста и здесь можно показывать строку подсказок включить, также подсказывать словам, но это при условии если у вас включена строка подсказок. Также можно включить фильтр нет цензурных слов и предложение контактов, но здесь нужно будет дать доступ к контактам. Также можно включить автоисправление и backspace отменяет автозамену. Далее можем установить, включить, вернее, пробел после знаков припинания. Единственное, эта функция доступна только при вводе на английском, но если вы печатаете на английском, то рекомендую включить. Также можем включить автоматически заглавные, я обычно отключаю, и точки автоматически после двойного нажатия клавиши пробел. И можем здесь включить проверку правописания и грамантики. Далее переходим в непрерывный ввод и здесь мы можем его включить, либо выключить. Также можем рисовать линию при непрерывном вводе, либо нет. И можем включить удаление жеста, а также включить удаление курсором, вернее управление курсором. Далее можем здесь включить голосовой ввод, ускоренный голосовой ввод. Теперь буфер обмена. Здесь мы можем показывать недавно скопированные тексты изображения на панели с подсказками, также можем показывать такие элементы, как адреса и номера телефона в скопированном тексте. И можем сохранять недавние скриншоты в буфере обмена, для этого нужно дать доступ к фотографии. Можем открыть словарь, нажать личный словарь, выбрать язык, нажать плюсик, и здесь мы можем ввести слово или какую-то фразу, а здесь можем ввести сокращенный вариант слова, либо фразы. И после того, как мы будем вводить сокращенный вариант, нам будут предлагать поменять его на полный. Дальше можем перейти в эмодзи стикера и GIF, и здесь можно включить панель быстрого доступа к эмодзи. Также можно включить эмодзи на клавиатуре символов и саппаратной клавиатуры. Также мы можем показать кнопку для добавления нескольких эмодзи, и можем включить подсказки при поиске контента, а также при вводе текста, и можно включить подсказки со стикерами при выборе эмодзи. И на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.